Цены на продукты питания продолжат расти, но топливо снизится. Об этом заявил глава Нацбанка Октавиан Армашу, представляя отчёт по инфляции за первый квартал текущего года. По его словам, уровень инфляции в марте вырос до 2,8%, а в апреле – до 3,2%. И произошло это после роста цен на продукты питания. Тем временем, как прогнозируется, к концу года уровень инфляции составит более 5%. Хороший урожай предыдущего года вызвал падение цен на продовольствие летом и осенью 2018 года. С ростом цен на экспорт и снижением запасов в этом году тенденция цен изменилась. До конца года гражданам придётся платить больше за продукты питания, но не за топливо. Ритм роста цен на нефтепродукты будет иметь нисходящую траекторию. Затронул глава Нацбанка и тему банковского мошенничества. Он сообщил, что до настоящего времени из общей суммы денег, похищенных в результате кражи века, возвращены более 2 миллиардов. Деньги поступали в бюджет страны как путём погашения старых займов, так и за счёт продажи активов людей, осуждённых по этому громкому делу. «Согласно данным, которыми мы владеем в случае банковского мошенничества, было возвращено 2 миллиарда 285 миллионов леев. Эта сумма покрывает части из 14 миллиардов леев, ранее предоставленных НБМ в виде срочных кредитов». Армашу также отметил, что процесс возврата денег продолжается, а именно лиц, вовлечённых в банковскую кражу, не могут быть обнародованы, так как отчёт КРОЛ-2, который содержит эти данные, находится в прокуратуре.